Так, ну вроде бы у меня запись пошла, все нормально, блин, правда водяной знак, ну да ладно, ребят, извините, если вам не мешает, то очень мне, ребят, это мне нравится и очень замечательно. А почему я сегодня раньше снимаю эти ссылки? Да потому что сейчас я вам все расскажу. Всем привет, меня зовут Михаил Азаров, мое лицо вот такое, если ты, ты еще не знаешь, вот именно ты, да, да, именно ты. И добро пожаловать на мое новое видео, которое называется «Кто дольше всех живет?» на нашей-то планете, собственно. Я, ребят, подумал, вот сегодня, кстати, один человек, у него, кстати, нет аккаунта, но он любит мой канал, и сегодня меня встретил и сказал, что обязательно подпишется, и вот что мне еще сказал. Миша, типа, ты знаешь, что дольше всех живет? Я думаю, наверное, черепаха, вороны и какие-то там еще животные. Я ему так и сказал, он, короче, говорил, что, ну, короче, спорил, и я, мне появилась такая идея для ролика. А что если снять, знаете, ребята, я же снимал про дрессировку, про все это остальное, ну, ребят, это, согласитесь, как-то уже одно и то же. Давайте заснимем сегодня видео про то, кто дольше всех живет на нашей планете, и только посмотрите, какие тут у нас зрители пришли. Я сделала вот такую выучку, и давайте пойдем дальше. Ребят, и вы только посмотрите, какой тут у нас сегодня зритель, а именно это житель. И добро пожаловать на моем видео с жителем, который стоит у меня на обоях. Ну и вот, у меня какой-нибудь на обои, и другие, конечно, ну, так я просто говорю. Ну и вот, житель, ага, ага, помните, все жители, которые торгуются, там, везде жители кузнец, жители файл, мы про Майнкрафт не говорим сейчас. Ну, ребят, кто любит жителей, и кто любит, кто считает их добрыми, хорошими и честными, ставьте лайк и подписывайтесь прямо сейчас на этот канал. А я хочу, ребят, и рекомендовать еще один канал. Да, а вот сейчас я, кажется, это рекомендую. Ну, это 24, его, собственно, я не буду рекомендовать, потому что его уже все рекомендуют. Ну, потому что он нормально уже такой. Вот, я хочу порекомендовать вам, ой, не то, блин, кто-то зашел, так, перейти на канал. Я хочу порекомендовать вам вот такой канал, который называется Дру, ой, ну, мой канал, это же человек, это Артем-23. И дело в том, что его вот такая прикольненькая, знаете, ребят, шапочка. Кстати, а вы подписаны на его канал, вот, давайте, если у вас такая вот кнопочка стоит. Нет, Артем, если ты смотришь это видео, не волнуйся, я не отписался от своего канала. Нажмай на кнопку подписаться. Вот, смотрите, подписка оформлена. А также нажмите вот на такой вот колокольчик. И вот нажмите вот это все. Ну, и можете, ребят, смотрите, он про Майнкрафт снимает, блин, интересно, ну, и смартная сборка компота. Вот, собственно, откройте мои подписки и посмотрите, на кого... Вот, я затролю, типа, кого-то. Ну, короче, прикольно, вот, как создать свой сервер в Майнкрафт. Он про Майнкрафт разговаривает тут. У него есть модуль сборка компотов, вот. О канале. Привет, меня зовут Артем, я снимаю видео про Майнкрафт, собственно. Они очень интересные, и поэтому тебе, если смотришь Майнкрафт, то советую тебя посадить в мой канал. Видео выходит почти каждый день, а чтобы так же было интереснее, видео будет использоваться модно Майнкрафт. Ну, ладно, я уже сказал, что видео тут будут интересные. Вступай в наши ряды Майнкрафтеров, мы ждем тебя. Вот, это мой друг, как бы, у него просто мало подписчиков. Я хотела, чтобы вы тоже все подписались. Среди нас тут есть один, я как бы думаю, такой же человек, который любит Майнкрафт. Его зовут Андрей, наверное, да, Андрей? Если ты смотришь видео, то тоже как бы не забудь подписаться и на его канал тоже. А вы знаете, ребят, ну вот, ну, мы, ладно, перейдем к делу, короче. Ну вот, знайдите. И пишем, давайте напишем, кто дольше всех живет. У меня просто, у меня эта паточка уже забита, потому что я уже интересовался, кто дольше всех живет. И давайте почитаем. Топ долгожителей животного мира Гринландский кит. 200 лет среди всех мегапитающих рекорд держит Гринландский кит, который может прожить пару веков и... Бррр, простите, пожалуйста. Пару веков и больше. А вот на сегодняшний день, кстати, давайте почитаем подробнее. На сегодняшний день лишь известен один случай, когда это животное умирало не своей смертью, а не... Короче, на сегодняшний день известен лишь случай, когда животное этого вида умирало своей смертью, а не... А не... Станут, например, как вот жертвой человека. Вот давайте найдем самый эффективный сайт, потому что здесь... Видите, ребят, тут даже все живут. Тут совсем, блин... В интернете, знаете, если покопаться, то там, конечно, можно что-то найти. А иногда весь день проковыряешься и ничего не только не найдешь. Давайте посмотрим самый привлекательный сайт. Первый, вот. Ну, наверное, вот это. Топ-10 долгожителей животного мира. Кто живет дольше всех? Ну, мне кажется, это мой сайт. Ну, как сказать, не мой, конечно, я его не создавал. Но я думаю, это для меня как раз сайт. Да, ребят, и по вот картинке, мне кажется, тут же даже сразу понятно, что тут написано вот топ-10 долгожителей животного мира. Ну, это, ребят, вот это тот сайт, что-то нам нужен. Итак, предела продолжительности жизни фактически нет. Это показывает нашу подборку долгожителей животного мира. Один из видов существ вообще живет вечно. А какой? Вы думали раньше, ребят, что черепашка живет, что ворон живет там. Я не знаю, кто-то еще живет там долго. Кстати, ребят, да, я расскажу вам про нескольких видов. Но сейчас я, ребята, так, короче, ладно, подождите, прям совсем немножко, я быстро на паузу поставлю. А, вот, все, ну, ребят, вы тут тоже не бросили меня. Ну и вот, смотрите, один из видов, вот, на чем я с вами явился. Вот, давайте, ребят, я сразу расскажу. У меня, да, на канале есть такая вот, такое видео, ну, короче, там про черепаху. Ну, нет, не на канале. Просто у меня в галерее, в самой на телефоне есть, как бы, видео про черепаху. Да, это черепашка. Я в том, что черепахи, на самом деле, тут живут, как бы, долго. И потому ж, ну, и вообще, знаете, черепахи живут, как бы, долго. И давайте я вам расскажу про одну из черепах. Жива была как-то, ну, легенда такая. Жива была как-то черепаха. И был у нее хозяин. Хозяин был хороший, кормил ее. Но однажды хозяин умер, а черепаха перекочевала к другому хозяину. Другой хозяин прожил несколько лет умер, а черепаха все живет. Другой тоже хозяин умер. Ну, у нее, по-моему, пять хозяев или сколько-то, пока сама черепаха не умерла. Или, ну, короче, или не ушла от какого-то хозяина. Из этой легенды мы можем сделать вывод, что именно черепахи тоже живут долго. И мы, ребята, в этом с вами сейчас убедились по моей легенде. Собственно, давайте мы сейчас посмотрим, что мы утещем. Живые существа не только не делают, чтобы выжить. Например, маскируются под насекомых. Так что их можно различить. Но есть и те, кто просто живут долго, являясь чемпионом животного мира по долгожительству. Вот, ребят, почему мы играли в детстве в прятки? И вспомните, как это было здорово. В прятках самое главное, что фигня это прятаться. Как правильно прячешься, того пойдут в ход действий. Вот, знаете, например, вот я, например, прятался, да? И, типа, если меня быстро нашли, то это плохо. И вы смотрите, ребят, правда, то есть ту же самую, только у них по-другому в прятке. Например, они, например, маскируются под насекомых, например, некоторые, что их возможно различить. Но у некоторых есть свои функции защиты. Представляем здесь существ, усыновивших их гордого гражданства, ребят. Ну, а потом я буду говорить, кто меньше всех живет, ребят. Это будет, наверное, о следующем видео. Ну и вот, давайте посмотрим. Десятое. Место топ-долгожители животного мира розовый фламинго. 83 года. Вот такое, ребята, я нашел фотографии, ребят. Извините, что я сегодня снимаю, ну, конечно, пришел бы, заниматься. Ну, собственно, ладно, давайте я просто скажу, типа, что я снимаю, наверное, все из-за того, что если бы, смотрите, если бы Янгмер, значит, бы это все, ребят, скачивать, эти все в кодке, представлять это было бы, ушел в этом много времени. Я просто сейчас сижу и снимаю это все. И так, многие слышали легенду о воронах Тауэра, которые живут уже 300 лет. Да, кстати, ребят, это... 300 лет говорят, что, ну, да, живут в 30 лет. Сказка красивая, но ничего наукоподобного не может. Здесь сведения о том, что на Тауэре, для такого смерти пожившего, там, стало все вокруг, жить в Борн, было 4 года, прикиньте вы, 44 года, я-ба-бог. Это было много времени, что. А вот на самом деле, спал Губернатор, Липп, он, добрый, считался Грейта, розовый фламинго, вот так, на мысе, думаю, вор, Борн, вот так, ребят. А из моего блеска, вот как бы вы знали? Ну, вот. Например, вот из зоопарка Аделаиды, Австралия. Он скончался в 2014 году в возрасте 80 лет. Долгожители, соперники детства Саввикондоров и больших, а, это, ну, сори, и больших, типа, какаду или попугаев, ну, короче, типа, попугаев, какаду или ааран, все рекорды долголетятят лично, отлично, не более. Из зоопарка Вольбо, они прожили. Это 10 месяц. Иродица, родица, чем помянутый детец, заживут гораздо меньше и под старость, а у них какой-нибудь местный фактор, который приводит к гибели организма. Тут долгожители животного мира Азиатский Саввон. На третьем месте. Ну, 86. Ну, короче, как говорится, 86 лет. У ликопитающих, живущих на суше, лекористменом является Азиатский Саввон. Тут написано, да, Эфас Максимус. Да, по-английски вот это вот. Правда, это если мы исключим из рейтинга человека, все-таки приоритетно лежит хомо спайн, спайн. Ну, короче, я не знаю, как это читать. Единственное множество примеров долгожителей своих слуха до столетий за рубеж. Только если с индийских миров, то волей они не доживают лет до 60-70. К стальности рисцы отстачиваются, кстати, и не могут больше перерабатывать растения в пищу. Животное обречено неволе с помощью людей гиганты способны притянуть и подольше. Есть и случай, когда запретим рисунок в возрасте 86 лет, то долгожители животного мира, гринландский кит, который мы уже читали. Вот. Ну, мы читали уже кит практически не имеется особых врагов, но как ему удается бороться со старостью? Как выяснили биологию университета штата Алабама. Ого, господи, не выговоришь. Организм для нас, как это предполагает какой-то механизм отчасти подавляющего индуки старения. Основные недуги старения, включая рак, ребят. То, от чего люди умирают, киты вообще не способны к этому. Ладно, давайте дальше, ребят. А вот и черепашка по имени Наташка. Как вы все ее привыкли говорить, там, короче, модная какая, типа, типа, из Китая, модная какая. Так, вот. До весьма преклонных лет способны доживать гигантские черепахи, гигантские свершейские, но совершенно был из вас. До весьма преклонных лет способны доживать гигантские свершейские черепахи. И они рекомендуют присмыкающихся. Похож, природа подарила черепахам биологические механизмы, которые препятствуют укорачиванию теломер, концов нити ДНК после очередного деления отлетки. Есть и другая причина, по которой черепахи проще сохранить себя для жизни в веках. Будучи хладнокровным животным, она не теряет ресурс организма на поддержание нужной температуры тела. И снимает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, препятствует ее износу. Гренландская полярная акула, 500 лет. Ну, ребят, что ты мне не говори, как говорится, это уже слишком. Я не знаю, какое у нас сегодня видео получится, потому что уже, блин, 12, 34, 36 уже, если я не ошибаюсь, запись у меня не слетела еще, поэтому очень здорово. Вот, до полутысячи юбилей, возможно, способна дожить Гренландская полярная акула, крупная медлительная, обитающая в водах Атлантики. Там, в стуше темноте, где некуда спешить, и некому бояться, у рыбины развился замедленный обвен веществ, что, видимо, и стало главной причиной долголетия. Да и размножаться было не к чему. Питательная база угрозного хищника не такая уж безграничная. Поэтому детеныш рождается мало, а по взрослевости самка к 150 годам губка. Ну, губка, ребят, 2300 лет. Я не знаю, как они вообще доживают от такого. Кое-где в океане много можно найти существ, родившихся за 300 лет до нашей эры. Тело кубки состоит из двух слоев проклонных клеток и находящегося между ними железнообразного мезохива, то есть фильтрующего воду в поисках чего-нибудь питательного. Когда нет нервов, жизнь становится настолько простой, что можно посуществовать и до... человек идет 2300 лет, губка. Ладно, пофиг, я назвал гигантской бочкой, бочкой, губкой. В общем, долгожитель среди бочкой. Моллюск прошедших 507 лет. Сосна Мафусаев 5000, вы только думаете, 5666 лет. Ну, такое, как бы. И непривлекательное. Говорят, оба эти деревья мучающие в смене дубы и баобабы. Но эти правда. Но в рекордсменах есть сквойные. Вот. Вот это как раз и есть ассисты междугородная сосна. Так. Ну, тут неинтересно уже. Ладно. Тобио жителей бактерий 10 тысяч лет. конечно, бактерии, они, ребята, были, будут и есть всегда, потому что это самые, ну, такие, народу устойчивые. Кстати, я по биологии считал то, что, однако, вот эти ваши бактерии, они, ни в огне не горят, ни в огне не горят, ни в воде они там. Однако, какие они, такие, какие они бывают, плохие бактерии, даже если чайник изрядно кипятить, там все равно, ребята, в этой воде могут остаться бактерии, вы знали об этом? Микроорганизмы, обитающие под дном океаном в глубине 700 метров удерживают колоссальное давление и высокая температура около 100 градусов, да к тому же живут-то не меньше 10 тысяч лет от деления до деления. Вот, долгожители нарушили в пробах грунта, получены ходы бурения. На втором месте бациллы 250 миллионов лет живут. Ну, ребят, бациллы, конечно, я извиняюсь за выражение, но это ужас какой-то, кошмарный просто. В 2000 году была опубликована работа, в которой утверждалось, что американским исследоватам удалось побудить посвящие бациллы бациллы пермапермианс возрастом 250 миллионов лет, обнаруженные в соляных отложениях штат Нью-Мексико выключаются миллиарды лет бациллы существовали где-то спор на других которых. короче, ладно. Вы выяснили, что мы вот такие, ну, что они вот такие живут. Ну, и коронный, ребят, как говорится, номер. То, что вы ждали, Медуза, это вечность. Ну, просто, тут не написано, сколько, ребят, она живет. Вечность, скажем, скажем, часто называют ее бессмертной. Короче говоря, ну, как специально, вот, ребят, вот такой, кто знает английский, прочитать, но хотя бы я постараюсь почитать. Туритопсис дохрени. Короче, какая-то такая интересная, знаете, Медузка. Лучше не говоря, у нас постовно жить вечно. Вот как размножаются обычные Медузы. Начальная стадия развития организма. Так, на определенном этапе полип рождает Медузу, а там за себя по изрелости участвует размножение и погибает. Вот. Да, вот, кому-то, кстати, вот покажется, что и плекопитающие мы в их ряду оказались обижены природой. Однако продолжительность жизни организма это всего лишь стратегия, названная в ром популяции. И даже если владельки однонетки продолжают жить, плодиться, размножаться, значит, стратегия принята правильно. Судьба отдельная, особенно как биология для эволюции, назначена не имеет ничего, что он умирает, либо примитивно, либо ведет замазать мороженый образ жизни. И, блядь ли кто-нибудь из нас, ребят, хотел бы стать бактерией или Медузой? Ну, если, ребят, вы не бактерия или Медуза, и, вот, ребят, умрешь. Вот мне надо такой вопрос себе задавать, это реально просто плохой вопрос. Уже, ребят, знаете, что я сделаю? Вот, смотрите, ребят, вот, можно я вам вопрос вам задам, ребят? А вы подписались на мой канал? Вот, правда, вот, ребят, подпишитесь на мой канал, потому что, если вы не хотите быть Медузой, давайте, ребят, посмотрим, сколько нас осталось, ребят, сколько осталось нормальных людей и Медуз. Ну, вот, у меня вчера вышло новое видео, ребят, какая красивая превьюха. Это моя музыка, ну, как сказать, моя, конечно. Ну, я ее использую. Видите, какой красивый у меня попугай жодя называется. Ну, и вот, у меня всего один лайк, так как бы, ну, у меня сегодня, конечно, еще поставят лайки, но какая красивая превьюшка, ребят, все равно, жодя в короне. И данное дело обзорно породы попугаев. Вот, ну, думаю, что видео это пора заканчивать. Всем, ребят, пока, увидимся снова с вами на, наверное, на видео, которое будет называться «Кто живет меньше всех?» Если вы, ребят, поставите много лайков под этим видео, я обязательно сниму, ну, а пока-пока. Пока что? Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.